Слушайте доктора! То есть у меня иммунитет, я здоровый человек, даже маску могу не носить. Но вот о последствиях коронавируса для организма мы сегодня будем говорить о том, как минимизировать эти последствия, о сигналах организма, на которые нужно обратить внимание, чтобы действительно выздороветь. И Гульнара Шахвалевна, когда мы обсуждали эту тему, назвала такое определение постковидный синдром. Что это такое? Сейчас постковидный синдром очень активно изучается во всех странах. Очень много научных работ сейчас идет. И поэтому, конечно, пока методических рекомендаций не существует, а пациенты есть. И пациенты, я бы хотела сказать, что делятся на несколько групп, потому что я с этими пациентами как раз занимаюсь постковидными. И первая, самая большая группа, я бы хотела сказать, это пациенты, которые обращаются с таким, ну, одна из таких серьезных жалоб — это сильнейшая слабость. То есть вот они не могут идти на работу, им тяжело поднять руку, им тяжело поднять ногу. То есть они просто хотят лежать, чтобы их всех оставили. И они говорят такую вещь, что как будто бы кто-то рукой вытянул из них душу, силы, и они просто не могут встать. Это один из таких грозных симптомов постковидного инфекции. Второй момент, и почему, в общем-то, на них надо очень серьезно обращать внимание, это люди пожилого возраста. Ну, как пожилого? Можно уже говорить из 40 лет, если это касается мужчин, из 50-55, если касается женщин. Это, конечно, тромбовоскулит, диффузный тромбовоскулит, потому что... Что это такое? Мы еще в первую передачу с вами говорили, что в патогенезе вот этого коронавирусной инфекции лежит очень такая нехорошая вещь, что тромбы образуются в капиллярах. И поэтому мы говорили про антиагреганты, а потом переходили на антикоагулянты, если это уже касалось стационаров и реанимации. И вот таких пациентов, в принципе, лечат сейчас, конечно, уже правильно, ведь смертность-то по количеству выявленных, и смертность-то уменьшается. Именно в процентном отношении смертность уменьшается. И только потому, что уже более-менее научились лечить это все. Но когда выписывают пациентов домой, рекомендации пока никто не дает. И это тоже, в принципе, понятно, потому что такой поток пациентов огромный. Врачи, во-первых, в реанимации, в стационарах занимаются немножко другим. И говорить о профилактике пока и о реабилитации просто нет времени. Наверное, это не их задача. Да и тут просто ситуация такая. Человек только-только пролечился, мне кажется, ему сейчас с ослабленным иммунитетом все еще, наверное, ходить в больницу каждый раз не очень правильно будет. Проблема не попасть в больницу, в поликлинику не попасть, потому что огромные очереди, и там ждут люди, у которых на самом деле сейчас ковид. И вот здесь, что обязательно нужно проговаривать. Да, сейчас я знаю просто этих пациентов, которые умерли через 2-3 недели после выписки из стационара с тромбоэмболией, с тромбозами, инфарктами, инсультами. Как последствия тромбоза. Да, последствия были. Ну, понятно, что у них более густая кровь была, допустим, да. То есть какие-то все равно генетические вещи свои, я, сопутствующая патология. Но ведь таких пациентов много. И, допустим, вот здесь я просто, ну, слушая в очередной раз доклады, лекции по ковиду, я вдруг вспомнила, что, да, мы же не говорили про женщин, которые принимают коки, да, это гормональные контрацептивы, которые что дают, особенно ближе к 40, за 40, они дают тромбообразование, потому что сгущение крови дают коки, это признано, это написано в рекомендации. Но их не назначают пациентам, у которых проблемы как раз, да, вот с тромбозами? Нет, мы не знаем, к сожалению, и смертность есть, и здесь просто к тому я хочу сказать, что вот вам, пожалуйста, достаточно молодые женщины, которые могут и в 40, в 42 еще, и в 45 рожают у нас сейчас, то есть маленькие дети, и они могут принимать эти препараты. Поэтому здесь вот даже вот такая вроде бы мелочь, но это надо проговаривать, что если ты заболел ковидом, убирайте коки пока, да, не сгущайте кровь. И это, опять же, нигде не проговаривается, это, в общем-то, напрашивается, если ты говоришь про тромбозы. Вот, и поэтому таким пациентам, конечно, нужно советовать достаточно длительный прием, ну пусть не антикоагулянтов, но антиагрегантов, но здесь дело в том, что как нужно контролировать? Дедимеры. Дедимеры – это можно просто идти в лабораторию, в лабораторию это можно сдать, да, и вы по дедимерам или по расширенной коагулограмме лучше, естественно, вы смотрите, что у вас. Если, конечно, дедимер повышен, он свидетельствует о том, что у вас есть микротромбы, то есть образовавшиеся тромбы. И там, да, открываем тогда группу антикоагулянтов, смотрим, читаем, читаем противопоказания, потому что мы не имеем права опять-таки называть препараты, но вы должны просто об этом знать, что нужно разжижать. Мы просто в своей клинике легче всё это делаем, у нас есть определённые, в общем-то, процедуры, и озонотерапия, которая нам прекрасно по постковиду помогает, и мне проще, то есть мы без антикоагулянтов обходимся у нас своё. То есть на озонотерапию, по идее, тоже можно записаться? Да, то есть, да, вот это по озонотерапии отдельный разговор в том плане, что мы получаем и здесь плюс огромный, но и вот тот грозное осложнение, которое мы все боимся, фиброз лёгких, фиброз лёгких, который будет формироваться. И мы с вами говорили вот на предыдущей передаче, что трубочку, да, мы как бы в трубочку дуем водичку, и почему нельзя как раз надувать шарики, особенно когда вы болеете нельзя, потому что там лопаются альвеолы. А в трубочку дуть можно водичку, то есть мы… Пускаем трубочку от коктейля в стакан с водой, будем, разрабатываем лёгкие. А дальше есть такая интересная вещь тоже. Опять-таки мы будем говорить только о доступных вещах. Да, озонотерапия, она за счёт улучшения микроциркуляции, она не даёт образовываться фиброзу. Чем раньше вы начали, тем лучше. Это однозначно. Но есть ещё понятие восстановления сурфактанта. То есть сурфактант – это то вещество, которое держит лёгкие, чтобы они не спадали с альвеолки. И вот он очень повреждается, коронавирусная инфекция, особенно если были такие тяжёлые пневмонии с поражениями, там, 60-80%. Как можно его улучшить? То есть мы должны направить все силы на то, чтобы он синтезировался, снова образовывался. И за счёт того, что мы синтезируем его, у нас меньше фиброза образуется, больше альвеолки работают. Начиная с того, что мы себя кормим хорошо и кормим мы белками. То есть здесь в данном случае проговариваются даже бульоны. И нисколько даже куриные. Мясные бульоны. Мясные бульоны, при условии, что у вас нет панкреатита. Почему? Потому что там как раз в мясных бульонах будут аминокислоты, протеины, которые нам необходимы просто для того, чтобы синтезировать сурфактант. И второй препарат, который просто на поверхности, и мы его все знаем, но я, честно говоря, погуглила здесь и попыталась посмотреть, как можно его купить, но уже так мало, можно где его купить. Но опять-таки мы не называем коммерческое название, но до смешного это корень солодки. Это корень солодки. Почему? В разных видах. То есть в виде сиропа, в виде сбора каких-то травяных. Да, вообще просто травяной сбор. Я думаю, что сейчас лекарство мы вряд ли найдем с коммерческим названием, хотя вот дома он у меня, оказывается, и есть. Потому что я этот препарат знала с позиции иммунологической, что он очень хорошо поддерживает иммунную статус. Но он, оказывается, еще действует с размером глюкокортикоидом, доксаметазоном, глюкокортикоидные препараты, которые назначаются в лечении. Когда люди в стационарах, уже в реанимациях, тяжелой пневмонии, они доксаметазоном подавляют. Это гормоны. Да, это гормоны. Они, глюкокортикоиды, они не дают статокиновому шторму развиться, и человек не умрет. А дальше-то что делаем? Вот и доксаметазон. Ну, извиняюсь, как бы я опять проговариваю, но... Это не название коммерческое. Это название препарата. Это препарат, да. Из группы глюкокортикоидов препараты. И подобие этого вещества дома – это корень солодки. Вот у него прямо подобие этого препарата. И мы можем достаточно длительное время, и месяц, и два, и три, опять же, смотрим, читаем, что можно, что нельзя. В нем действующее вещество глицеризиновая кислота. То есть мы раньше детей лечили так. Вот это все столько знакомые вещи. Я помню, корень солодки назначали препараты всегда. Да, да. И здесь мы вспоминаем наш любимый АЦЦ, про который я говорила тоже, что он блокирует. И если мы применяем АЦЦ вовремя, ацетилцистеин вот этот. Ацетилцистеин. Но вот в основе его, но все знают именно это название, он блокирует не только то, что мы как отхаркивающего знаем, он, если 600 мг принимать его, он в легких не дает развиться бактериальной инфекции, пневмонии бактериальной. То есть у нас же сейчас всегда, вот я вчера слушала эту лекцию, доклад, причем это такой, знаете, совместный мировой был доклад. Великобритания зачитывала несколько экспертов мирового уровня. Они, в общем-то, вот как раз методические рекомендации дали. Разницы вирусной пневмонии, ковидной пневмонии и бактериальной. И на основании этого они нам, в общем-то, дают рекомендации методические. И здесь вот очень важно знать, чем отличается одна пневмония от другой. Но как бы у нас пациенты не врачи, поэтому я могу только вот говорить о том, что они предлагают, чтобы, по крайней мере, снизить осложнение и не уйти в тяжелую пневмонию людям. То есть, а препараты-то все на суху. То есть это все доступно, очень доступно, как и амбраксол, про который мы говорили, да, который в начальных стадиях блокирует поступление вируса. И, конечно, с фиброзом сейчас очень много работают. И для того, чтобы не только протеинами мы кормим человека, чтобы сурфактант образовывался, и, в общем-то, не только корень солодки пьем, но там и полностью выстраиваются мембраны клеток, да, фосфолипиды необходимы. И они, опять-таки, вы можете открыть интернет, набирать просто слово фосфолипиды, и вы увидите все препараты, которые это содержат. Причем есть фосфолипиды, которые содержат и глицеризиновую кислоту. Это тоже известный препарат, читайте, он есть на сайте, в группе ВКонтакте мы выложим эту информацию с названием препаратов. В группе ВКонтакте, клиники Возрождения. Да, есть, да, там около 8 тысяч у нас уже подписчиков. Вот, и все это доступно, все это есть, но вот эти фосфолипиды нам необходимы для того, чтобы выстраивать мембраны всех паренхематозных органов, потому что есть еще одно, вот паренхема – это что? Печень, поджелудочная железа, легкие, почки, предстательная, то есть паренхема, да. Но почему? Потому что очень сильно страдают не только из-за нарушения микроциркуляции, да, микротромбов. Все ведь органы будут страдать, к сожалению. Выделительная функция почек будет страдать, и печень будет страдать, да. И здесь вторым моментом, очень серьезным, идет страдание вот этих двух органов – лекарственное и атерогенное осложнение. То есть, к сожалению, вот эти противомалярийные препараты, которые не применяются, да, и вот эти же экспертные комиссии доказывают, что не надо их, они нечувствительны к лечению. И мы, к сожалению, как раз на противомалярийных препаратах можем перевести в более сложные пневмонии, более расширенные пневмонии, с 10 на 80 уйдут. Но очень вот этих пациентов… Я, кстати, на приеме всегда по постковидному синдрому спрашиваю, чем лечили. Ну, то есть я читаю выписку, если они приносят. Вот если там этот препарат есть, надо сразу же ЛТСТ, креатин, мочевину сдавать, потому что мы смотрим… Это показатели крови. Показатели крови. Мы смотрим, как выделительная функция печени и почек пострадали, не пострадали, то есть потому что на этих препаратах страдает, и нам очень сложно дифференцировать. Это усталость, вялость, такое недомогание, оно связано с постковидным синдромом на фоне микро… вот нарушение микроциркуляции. Или это были те препараты, идет интоксикация на этих препаратах. И вот эти, в общем-то, ну вот и сбор анамнеза, и чем лечили, но и вот эти лабораторные анализы, они достаточно хорошо помогают дифференцировать, что с чем. И понятно, что функцию печени нужно поддерживать, и люди, которые лежали в стационарах, или люди, которые лечили пневмонию дома, вот эти же 40%, они все равно проходят 3-4 курса антибиотиков, да, и об этом не надо забывать. Печенка, конечно, страдает очень сильно. И здесь нужно ее также полюбить. И опять же, очень много таких гепатопротективных препаратов, да, просто опять-таки забиваем эти же травы, да, эту же расторопшу можно назвать, эта же трава у нас, кстати, считается одна из лучших, в общем-то, по восстановлению. Но и эти же фосфолипиды, они же, в общем-то, все основаны на том, что они печень восстанавливают. Вот. И просто на это-то тоже нужно обращать внимание обязательно пациентов, что вы реабилитацией-то вот этой тоже можете дома заниматься. И еще момент. Вот мы 3-4 курса антибиотиков. Что будет с кишечником? Что мы будем иметь? Мы можем, особенно у ослабленных пациентов, это грибковые, дрожжевые все эти инфекции, то есть обложенный язык, да, и в кишечнике будет бурление, и это будет, опять-таки, чем больше грибковой инфекции, особенно в кишечнике, да, тем больше они токсинов выделяют, чем больше это всасывается в кровь, тем более есть такой синдром дырявого кишечника, особенно когда мы вот так лечим, да, ну, что делать, жизнь заставила антибиотики-то принимать, поэтому все в ваших руках, никто не запрещает пребиотики, пробиотики, но, пожалуйста, запомните, что любой при, именно когда вы антибиотики принимаете, пробиотики нельзя, только, есть такое слово, метабиотики, так как я не могу опять назвать название препаратов, он очень на слуху препарат, вы все его знаете в каплях, берем интернет, забиваем метабиотика, у вас выйдут эти метабиотики, вот начально только метабиотик месяц, а потом вы спокойно приходите на пробиотики, тоже очень известные, хорошие есть сейчас, очень сильные, но не забывайте до 6 месяцев, не восстановить вам больше, и, естественно, подавить рост дрожжей вы можете только тем, что вы уберете все сахара, вы уберете все дрожжи, вы уберете все фрукты, кроме яблок и слив, к примеру, да, там, и ягодок, потому что те все очень сладкие, там, фруктозы, и они точно так же едят, да, и выпечку, белую муку, это мы тоже убираем, но я вот очень вам советую, потому что просто есть такое понятие не только антиаллергенной диеты, да, но и иммунологической диеты, когда аутоиммунные заболевания лечат у пациентов, даже ревматоидные артриты тем, что они снижают или уводят в длительную ремиссию, когда человек не болеет, только просто диеты. За исключением, да, при помощи питания. Да, представляете, все в наших руках, вот, поэтому, в принципе, вот эти все рекомендации, эти настолько легкие, они, вот вы все это дома можете сделать, вот, поэтому про кишечник, пожалуйста, не забывайте, и, ну, питье мы всегда проговаривали, и понятно, что если выпьем, то без газа в воду, соки, я, конечно, рекомендую, конечно, чистую воду, желательно просто воду чистую пить, там, если уж есть какие-то проблемы, допустим, с почками, человек знает об этом, он свое будет пить, там, морсики, там, клюквины, брусничные, то есть вот эти моменты необходимо знать. Кто еще у нас приходит и с чем? Ну, вот, достаточно грозное осложнение, это, конечно, когда не повезло, и когда вирус, в общем-то, вирус плюс настройка иммунной системы, плюс генетика, и мы получаем на выходе аутоиммунное заболевание. У меня сейчас есть такой пациент, которого я, она, онлайн консультирую, консультирую, и мы получили достаточно, вроде бы, неплохие результаты и по крови, и по циреактивному белку. Но мы можем сказать аутоиммунное заболевание? Это что, это как ревматоидно, в данном случае у него ревматоидный артрит пошел, да. Ну, аутоиммунный может быть и по щитовидке ударить, аутоиммунный может ударить по всем органам и системам, и по печени, да, то есть тут настроенность все равно, настройка, вот, пожалуйста, у меня пациентка была, у нее был уже псориаз, и было сильнейшее обострение псориаза после ковид, и мы вот сейчас добились очень хороших результатов, то есть мы убрали это обострение, но там надо очень серьезно при псориазах, конечно, поддерживать печень и интоксикацию снимать, просто чтобы легче было человеку. То есть обостряться могут свои аутоиммунные заболевания, да. И появляться новые. И появляться новые. И вот в данном случае это только начало изучения, и мало времени прошло, полгода, и я думаю, что дальше публикация в 2021 году, когда уже люди будут, в общем-то, пройдет эта волна и сформируется этот аутоиммунный процесс, когда они дойдут до ревматологов, да, вот через все эти пути, там, терапевты и всего остального, мы увидим вот этот всплеск аутоиммунных заболеваний тоже. Что, как можно контролировать? ЦР, реактивный белок. То есть вы идете, опять-таки, выписываемся из клиники, кто-то делает клиники, вот госпиталя, кто-то нет. Я уже тоже посмотрела по вот выписке, и четко, прямо четко рекомендации идут. Это тоже показатель крови, да? Да, цР, реактивный белок, он показатель, есть у вас сейчас, существуют воспаления или нет. И, конечно, если он не в норме у вас, тут вообще как бы нельзя расслабляться, потому что, к сожалению, вот куда он вырулит этот цР, реактивный белок, если вы выписались из стационара, а цР, реактивный белок остался высокий. Это надо отдельный анализ сдавать на него? Отдельный, да. Или он в общий анализ в крови входит? Нет, нет, есть общий анализ крови, есть цР, реактивный белок и дедимер. Мы с вами говорили, что вот эти три обязательных, потому что это по ковиду, прямо обязательные в постковидный и в саму ковид-инфекцию, потому что мы можем ими, я просто вот сейчас, ведь я с пациентами не встречаюсь, которые ковидом болеют, это только на онлайн, и мне просто сбрасывают анализы. Я вижу, где кровь хорошая, я вижу, где цР, реактивный, хороший дедимер, все, мы успокаиваемся, все, нормально, все, пошли дальше по реабилитации уже. Они даже, я этих пациентов даже не вижу, потому что они с постковидным ко мне не приходят, что у них все хорошо, потому что, ну, вовремя и правильно начатое лечение не даст постковидного синдрома, если генетика не нарушена, и там нету таких серьезных заболеваний. И здесь еще отдельно я хотела сказать такую очень хорошую вещь, и эти пациенты к нам приходят, и это очень сложно регулировать, это когда нарушается разбалансировка всей вегетативной нервной системы, это когда идет повреждение гипоталяма, гипофизарной зоны, это зона регуляции основы жизни нашей, да, то есть гипофиз, гипоталямус, это, я даже не знаю, это вот, наверное, с компьютерами если сравнивать, где там в компьютере мозги, вот там вот это все там, да, и там же вот идут все центры вегетативной нервной системы, иммунной системы, и поэтому что происходит у женщин? Нарушение менструального цикла, оно может связано быть именно с повреждением гипофизарной зоны, оно может быть связано с приемом токсичных препаратов, антибиотиков, потому что женщины чувствительны к этому, оно может быть связано просто с сильнейшим стрессом, который женщина испытала, особенно люди, которые прошли реанимацию, это очень депрессивно, и с ними надо, конечно, психиатром работать, потому что каждый раз, когда ты лежишь в реанимации, я слушала, слышала это от пациентов, я это читаю, что когда рядом с тобой чуть ли не каждую ночь умирает человек, это тяжело, потому что мы не бабушки с дедушками, которые прошли нашу войну, да, и их как бы там, они к это знают и привыкли, а мы-то такие все, знаете, такие рафинированные все, то есть мы же не привыкли к этому, и это сильнейшее стресс, но со временем войну уже как-то вы пережили, ремаркован, я читаю, так там вообще в мирное время, но да, но мы не можем перенести этот стресс, естественно, да, и что там, частая очень жалоба, это нарушение ритма сердца, аритмии, то есть, это очень плохо, и там обязательно дедемеры смотрим, особенно у молодых мужчин, потому что, к сожалению, и в 35-37 можно инфаркт получить, или тромбоз, и умрет человек, то есть очень грозное осложнение аритмии, пожалуйста, обращайте внимание, или тахикардия будет, или брадикардия, то есть или учащенная, или урежать, это плохо, если у вас все было раньше хорошо, значит, вот сейчас это плохо, это надо обращать, что в основе лежит всего этого, дальше давление, давление вот просто скачет, и практически оно не регулируется, то есть оно не регулируется теми препаратами, которые мы пытаемся подобрать, потому что с ума сошел головной мозг, гипоталямус, гипофизом, как ты его отрегулируешь? Вот у меня сейчас... То есть оно может быть повышенным, а в какой-то момент пониженным? Вот так вот, и причем у меня есть... И это не связано с приемом препаратов? Нет, 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 они до этого даже не знали, что это такое, у меня сейчас пара супружеская у обоих, у обоих, и мы... Вот что я могу посоветовать? Как мы можем регулировать вегетатику? Это же сложный процесс, представляете, какая сложная настройка. У меня только приходит на ум йога и цигун. Да, вот эти продышки, которые идут по диафрагме, правильные по цигун, они дают как бы вот этот, как сказать, равновесие симпатики и парасимпатики. Я всем своим пациентам говорю, давайте читайте и начинайте заниматься цигун. За счет дыхательной гимнастики. Да, именно за счет дыхательной, через нос, правильным вот этим, да, там можно стабилизировать и тонкие настройки эти. Конечно, там, допустим, такие тонкие регуляции, это иглорефлексотерапия может дать, да. То есть туда, почему мы, врачи-то, как бы, что мы предложить можем, надо успокаивать вот эту вещь. Ну, просто вы должны знать, что существуют такие осложнения, и здесь вот, как бы, там, опять-таки, я не могу называть препараты, но есть препараты, которые улучшают дыхательную цепь, да, то есть, как бы, улучшают метаболизм мышц и сердца. То есть это читайте, это все препараты есть. Ну, либо читайте, либо идите на прием к врачу, чтобы... Да, то есть есть эти, да, моменты. И еще один момент – это энцефалиты. Энцефалиты, постковидные энцефалиты, они сейчас есть, связаны с ними нейропатии, есть, да, ощущения онемения там рук. Есть часть пациентов, у которых не восстановилось обоняние, есть пациенты, у которых не восстановилось вкусовые ощущения. Американцы впереди планеты всей, они уже назвали это синдромом своим, вот у кого обоняние и вкусовые ощущения, в общем-то, не восстановились, там 6 месяцев, например, вот. Там, скорее всего, я подозреваю, что погибают уже нервные окончания, вот, и тут уже... И не забывайте, вот мы знаем кирпичические инфекции, которые дают демилинизацию волокон и рассеянный склероз. Здесь еще непонятно, как ковид будет действовать, потому что все равно он через обонятельную луковичку, да, через нос проходит в головной мозг. И поэтому еще раз, вот прямо до оскоменной маски, то есть чем меньше концентрация вируса, тем лучше. И вот с энцефалитами тяжелее всего, потому что там идут уже нарушения циркадных ритмов, то есть там человек бессонница, дикая бессонница, человек не может спать. Или у него страшные сновидения, яркие сновидения, депрессивные мысли, суицидальные мысли, то есть люди покончают жизнь самоубийством, потому что энцефалит, то есть в основе идет, там больше психотических таких расстройств идет. И здесь, когда мы будем ими заниматься, тоже вопрос большой. Очень страшные вещи вы на самом деле рассказываете. После этого, конечно, не хочется говорить, что это как обычный грипп. Вот совсем не обычный грипп. Я что-то не помню, чтобы когда-то при обычном гриппе, при обычном вирусе, такими последствиями могло все закончиться для человека. Ну вот смотрите, вот в Африке нас же это не коснулось, вот это же лихорадка Эболы, да, а геморрагическая лихорадка есть. Они же очень умирали. То есть вирус-то разный. И грипп, конечно, такой, ну давал, но не такие осложнения. Ну вот привычный нам грипп как-то вроде бы не давал. Да, но хочу успокоить пациентов, что если вы опять-таки на профилактике и на начальном этапе лечения, вы делаете все правильно, как вот мы с вами тогда обсуждали, блокируете поступление этого вируса и правильно начинаете сразу лечиться, вы до постковидного синдрома вряд ли дойдете, не будет таких осложнений. Но никто, вот говорю, не снимает, ведь мы все неподготовленные. Я вот и в тот раз говорила, что всегда я задаю вопрос, а вы что-то делали? Вот приходят эти тяжелые пациенты ко мне. Вы что-то делали, профилактировали? Нет, нет. И я смотрю на своих коллег, вот наших в обеих клиниках. У нас очень жестко все. То есть они все капают в нос, витамины пьют, кто-то озон капает, все время в масках ходим мы. Вот знаете, ну не болеем же, ведь мы же контактируем, скорее всего. Мы вообще сейчас, по большому счету, все в первой группе, первой линии контактеров идем, потому что вы выходите, и вы не знаете, с кем вы встречаетесь. Вы приходите на работу, но вы же не знаете. Вот как сейчас в институте я разговаривала тоже. Каждый день по одному студенту уходит, преподаватель ведет. Вот он сегодня нормально, а завтра он заболел. Вот и это повсеместно, и это касается всех нас. К сожалению, не подстрахуешься здесь, да, потому что... Подстрахуешься как раз, подстрахуешься. Нет, я имею в виду, невозможно предположить, кто рядом с тобой может завтра заболеть. Да, поэтому, пожалуйста, делайте. Профилактируйтесь. И, в принципе, я вот знаю со своего окружения, ну понятно, что у меня такой достаточно большой круг, да, общения. И все, кто у меня, в общем-то, профилактирует, еще пока никто не заболел. И у меня есть человек, который, в общем, из моих близкого очень окружения, когда, и такое тоже может быть, я должна предупредить, что, например, да, они все принимают, они все делают, вот они все сдали анализы, у них отрицательно. У них заболел только ребенок, который учится в институте, причем как болел, сильнейшие головные боли, которые ничем не снимаются больше. И все, никаких симптомов. Три дня, и все. И просто я из-за этого симптома прицепилась и сказала, давайте-ка мы все-таки сдадим через три недельки где-нибудь антитела. Мы получили антитела по ковид, то есть ребенок болел. Но три человека в этой семье даже вот просто ничего нет. Потому что они в масках же дома не ходили. А ребенок болел, никто не предполагал, там и так головные боли у ребенка бывали. Вот. И я к тому, что если вы профилактируете, если у вас организм подготовленный, сильный, если вы все это капаете, промываете, то вы даже с членом семьи болеющим можете не заболеть. Вот так. Вот понимаете, как это сильно может работать? Гульнара Касимова, руководитель и главный врач клиники Возрождения в нашей студии. Нам пора заканчивать. У меня только один вопрос, Гульнара Шахвалевна. Вот человек, который переболел ковид, да, если он хорошо себя чувствует, хорошо, у него нет никаких симптомов, вроде бы, да, выздоровел. Нужно ли ему идти обследоваться? И если да, то что нужно сдать в первую очередь? Все равно первые три анализа. Общий анализ крови, цель, реактивный белок и ферритин. Я, кстати, забыла сказать, что еще, почему мы болеем второй и третий раз. Сегодня я услышала от пациента, что и третий раз. Потому что есть такая вещь нехорошая у ковида, он пожирает врожденный иммунитет. И вот когда вы выписываетесь, обязательно смотрите, и потом через месяц смотрите общий анализ крови, что у вас с лейкоцитами и что у вас с лейкоцитарной формулой, и нет ли у вас нейтропении, вплоть до моноцитопении, я видела пациентов. Вот те пациенты, которые дают снижение вот этих ростков, они второй раз заболевают, причем намного тяжелее уже с реанимацией. Причем, что в первый раз они могли более легко работать. То есть первое, что надо сделать, это анализ крови. И контролировать его хотя бы через месяц. Спасибо большое. Гульнара Касимова, главный врач клиники Возрождения, была в нашей студии в программе «Слушайте доктора». Слушайте доктора и не болейте. До свидания. До свидания. Проконсультируйтесь у специалиста.